Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и это мой выпуск с ответами на ваши вопросы. Я как-то обещала делать подобные выпуски каждую неделю, но последние два месяца очень много путешествовала, очень много было работы и больше я для вас снимала выпуски об интересных районах Аргентины. Ну, наконец-то, появилось несколько свободных дней в моем плотном графике и сегодня я поотвечаю на те вопросы, которые вы мне писали. Я их старательно собирала, естественно, не все самые интересные и сегодняшний выпуск я посвящаю ответам на ваши вопросы. Но, прежде всего, я хотела бы поблагодарить аргентинцев, которые очень активно подписываются на мой канал и, самое главное, очень активно комментируют. И в комментариях рассказывают свое мнение о жизни, о политике и об экономике в Аргентине. Поэтому и русскоговорящим моим подписчикам также рекомендую читать эти комментарии. С помощью переводчика читайте очень много полезной, интересной информации. Очень много примеров о том, как их предки, дедушки, родители приезжали в эту страну и начинали здесь зачастую свою жизнь с нуля. Это, кстати, один из наиболее частых задаваемых мне вопросов. И также от аргентинцев я жду рекомендации, где мне еще побывать. Если кто-то хочет сопроводить меня, чтобы показать тот регион, где он живет, буду очень благодарна. Сейчас, в ближайшие свои путешествия, я планирую в северные регионы, такие как Формоса, Кориентеса и Ижесними. Итак, начнем с вопросов. Очень часто письма выглядят примерно так. Добрый день, спасибо за ваши труды, что рассказываете все о жизни в этой прекрасной стране. Я медработник, работала и медсестрой, и диспетчером на вызовах скорой помощи. Одна воспитываю детей, мечтаю выехать из России в теплую страну, дать детям достойное образование и более стабильную жизнь. Но здесь это нереально, имеется в виду Россия. Не знаю, получится ли это в другой стране. Нас нигде не ждут. Государству все равно, как и на что нам жить. Живу, как белка в колесе, не видя ни жизни, ни перспектив на будущее. Стоит ли вообще мечтать о переезде, если не могу посвятить себя всецело работе 24 на 7? И смогу ли я снять квартиру? Работать хотела бы тоже в медицине. Буду благодарна за ответ. Вопросов очень много в одном этом запросе. Давайте обо всем понемножку. Смогу ли я снять квартиру? Да, сможете. Сложно это? Да, это сложно. Потому что при аренде квартиры, если вы хотите по хорошей цене и на долгосрок, с вас прежде всего будут требовать справки о доходах непосредственно в Аргентине. Ваши доходы из-за рубежа здесь никого не интересуют. Если таких справок у вас нет, то только туристическая аренда, краткосрочная аренда, а это, соответственно, дороже. Смогу ли я работать в медицине? Сможете только после того, как вы подтвердите свой диплом и, естественно, подтвердите его на испанском языке. И вообще, если говорить обо всех вопросах, отвечать на все вопросы, которые есть в этом запросе, то начинать все равно нужно с изучения испанского языка, а в этом запросе ничего не написано. Потому что, когда вы захотите работать медсестрой, вот сами поймите, и вы ни слова не говорите по-испански, то как вы, прежде всего, будете с пациентами общаться? Даже если медсестра, и просто нужно поставить укол или клизму, вам все равно нужно с пациентом общаться. И общаться нужно на его родном языке, и причем так, чтобы он вас хорошо понимал. Вот именно для этого и нужна амолгация вашего диплома. Или можете здесь получить с нуля медицинское образование. Но нужно помнить, что везде за пределами России медицинская сестра – это тоже высшее медицинское образование, а не 2-3 года, как у нас в России. Ну, о том, что нас нигде не ждут, никто ничего не помогает, нигде нет стабильной жизни. Ну, так, наверное, в большинстве стран. То есть вы не рассчитываете, что вы приедете в Аргентину, и вам с трапа самолета кто-то постелит красную дорожку, вас будут встречать с оркестром, барабанами и так далее. А нет, спускайтесь с трапа самолета, и все сами, все сами, если вы не можете оплатить за помощь вам, тем, кто в Аргентине занимается помощью вновь прибывшим эмигрантам. Вам надоело работать 24 на 7? Ну, чтобы выжить в Аргентине, примерно так первые несколько лет вам и придется работать. Потому что если вы рассчитываете работать на дядю, да, условно говоря, то, в принципе, вы все время будете работать 24 на 7, потому что, чтобы прокормить семью, вам нужно будет иметь несколько работ. Если же вы чувствуете в себе силы открыть какое-то свое дело, свой небольшой бизнес, возможно, вы сможете работать меньше. Хотя зачастую, когда человек работает как частный предприниматель, он работает намного больше, чем когда он работает на дядю. Поэтому вот эти вот сказки и мысли о какой-то сказочной стране, ну, я не знаю, по мне это инфантилизм. И в своем прошлом видео, которое вот я снимала из Пиномар, я тоже об этом как бы рассказываю, о том, что чудес на свете не бывает. Если вы хотите жить достойно, то нужно работать, да, сначала 24 на 7, а потом уже в зависимости от вас. Сможете вы поставить свой бизнес так, чтобы работать 3, 4, 5 часов в день, ну, или хотя бы 8 часов в день. Ну, я вас поздравляю. Если при этом у вас будут достойные зарплаты, то я просто буду счастлива за вас. Нигде никто никого не ждет. Ну, как бы вот эти все прописные истины, да, спасение утопающих, делорок самих утопающих и так далее. Ну, не бывает чудес. Ну, не нужно верить в сказки. Следующий вопрос. Расскажите о том, чем отличаются аргентинцы от испанцев. Ну, если кто-то мне сможет дать общую характеристику аргентинцев или сможет дать общую характеристику испанцев, возможно, тут я вам расскажу, чем они отличаются. Потому что, прожив 10 лет в Испании, я не могу дать общую характеристику испанцев. Потому что в Испании 17 провинций, и во всех этих 17 провинциях все люди абсолютно разные. То же самое Аргентина. Здесь, по-моему, 23 провинции. Как можно сравнивать жителя Буэнос-Айреса с жителем, например, провинции Хукуй или с жителем Борелочи? Как анекдот иногда рассказываю своим туристам, но это вот, это не анекдот, это правда жизни. Это то, что мне рассказывал один житель Буэнос-Айреса о том, что вот, что мы, скажи мне, говорит Елена, что мы, жители Буэнос-Айреса, имеем общего с жителем Хукуем. Абсолютно разные. И поэтому он там говорил мне, что и карта должна быть отдельно Глобус Буэнос-Айреса, и отдельно карта Аргентины. Все, что я могу сказать, чем отличается аргентинцы от испанцев, это то, что испанцы себя называют испанцами, а аргентинцы называют испанцев галисийцами. Другой особой разницы я не вижу. Да, немножко аргентинцы более, можно сказать, дружелюбные, они более открытые, они более легко идут на контакт. Аргентинцы, они больше рассыпаются в комплиментах, как и любые жители Латинской Америки. Есть разница? Да, есть. Но вот говорить как-то в общем, эти такие, а эти вот такие, я не могу, потому что как бы ни об одной нации я не могу дать обобщающую характеристику, потому что это просто, в принципе, неправильно. Следующий вопрос. А, это не вопрос, это, кстати, комментарий. Один из комментариев по поводу сложившейся ситуации с новой волной русской эмиграции и о том, что много аргентинцев пишет о том, что добро пожаловать русские, которые приезжают сюда для того, чтобы строить свою жизнь. И мы не рады тем, кто приезжает сюда, чтобы только получить второй паспорт и уехать из Аргентины. На что один из аргентинцев отвечает. Мы, аргентинцы, делаем то же самое. Или мы не делаем это с двойным гражданством, которое у нас есть от наших европейских бабушек и дедушек. И они забывают, что в Европе тоже жалуются на нас, что мы сегодня и делаем по отношению к русским женщинам. Ведь мы тоже практически все имеем два паспорта. Один паспорт аргентинский, а другой паспорт европейский. Поэтому нет ничего страшного, даже здесь так написано, очень хорошо, если эти женщины воспользуются тем, чтобы получить аргентинское гражданство, а потом уедут в другую страну, где им будет лучше. Это тоже хорошо. Именно мы будем больше, в этом случае мы будем большими попистами, чем сам Папа Римский. Русские, венесуэльцы, украинцы, азиаты, приграничные, это так они называют страны, которые граничат, жители тех стран, которые граничат с Аргентиной. Это ваш дом. Добро пожаловать в Аргентину. Так что выкусите. Следующий комментарий. Мечтать об эмиграции в Южную Америку может только тот, кто здесь никогда не был. Это комментарий по поводу моих сообщений о том, что об эмиграции в Южную Америку я мечтала всю практически свою сознательную жизнь и еще до моей эмиграции в Испанию. Это вопрос, который очень многим рвет шаблон, и русским, и очень многим аргентинцам, с кем я общаюсь, как я могла после Европы эмигрировать в Аргентину, когда многие аргентинцы мечтают об эмиграции в Европу. Но тут я могу сказать, мечтать не вредно. Исходя из предыдущего комментария, больше чем у половины аргентинцев есть европейские паспорта, но почему-то очень мало из них, кто переезжает в Европу. При этом паспорт есть. Если они будут переезжать в ту же Испанию, испанским они владеют. Но почему-то нет такой большой волны массовой эмиграции из Аргентины в Испанию. Значит, есть какие-то преимущества жизни в Аргентине? Какие эти преимущества? Ну, смотрите мои предыдущие выпуски. Я об этом много рассказывала. О том, что я мечтала жить в Южной Америке, но так я мечтала жить в ней только после своих нескольких путешествий и после своей первой, пусть короткой, эмиграции в Венесуэлу. Еще один вопрос. У меня было видео о преступности в Аргентине, о преступности в Южной Америке, где я рассказываю о статистике преступности. И очень у многих это порвало мозг. И мне пишут, что я типа неправильно интерпретирую статистику. А вот расскажите тогда мне, как можно интерпретировать статистику по убийствам в одной или другой стране? Почему в одной стране 10 человек на 100 тысяч населения это высокая статистика по убийствам, а в другой стране это почему-то низкая статистика по убийствам? Я этого не понимаю. По мне убили, знаешь, что убили. Все, человека больше нет. Какая разница, как, где и каким макаром его убили? То есть есть статистика. И по мне это один из главных показателей. Кто не видел это мое видео, полистайте мои плейлисты и найдете. У меня есть достаточно большое развернутое видео о криминале в Южной Америке, о криминале в Аргентине. Следующий вопрос. Елена, скажите, пожалуйста, после 50 можно найти работу в Аргентине? Вы помогаете с трудоустройством? Есть у вас канал в Телеграме. С трудоустройством я не помогаю. Телеграма в канале у меня нет. Наоборот, канала в Телеграме у меня нет, потому что с меня вполне достаточно. Сколько я времени уделяю Ютубу? Это не просто вот снял ролик один час, да, и залил. Мои ролики о путешествиях, они обычно состоят примерно в среднем из 150 эпизодов, которые мне нужно склеить, смонтировать, обрезать все лишнее, сделать озвучку, наложить музыку и так далее, и тому подобное. Поэтому еще заниматься Телеграм-каналом у меня времени нет. У меня есть Фейсбук очень активный, активная группа на Фейсбук. И пару раз в день, бывает, я иногда заглядываю в Инстаграм, бывает, пару дней могу туда не заглядывать, но тоже стараюсь его вести, потому что как бы время требует свое. В Инстаграме у меня тоже есть запросы, есть клиенты, поэтому иногда туда заглядываю. Так, по поводу, можно ли найти работу в Аргентине после 50. Я во многих видео уже говорила, что Аргентина хоть в 20, хоть в 50, хоть в 60, это не о том, чтобы здесь искать работу. Аргентина – это о том, чтобы создавать свою работу, создавать свой маленький большой бизнес в зависимости от ваших возможностей. Если вы рассчитываете приехать в Аргентину и искать здесь работу, то вам стоит задуматься о надоле, потому что все-таки эмиграция с поиском работы это не о Латинской Америке вообще, не только не об Аргентине, это вообще не об этом континенте. Если ваш образ жизни – это работать на дядю, то, скорее всего, вам подойдут страны Европы, страны Северной Америки, США, Канада, Австралия и так далее. Умейте создавать свою работу, тогда в Аргентине вам будет очень хорошо. Следующий вопрос. Многие едут в Португалию. Доводилось ли вам когда-нибудь сравнивать жизнь в Аргентине и Португалии? По-моему, уже как-то у меня был подобный вопрос. Я не знаю, какое большинство едет в Португалию. Да, знаю, что едут, потому что Португалия для жизни это достаточно дешевая страна, поэтому очень много эмигрантов выбирают эту страну. Каких-либо других преимуществ для жизни в Португалии я не знаю, простите, но вот я сколько путешествовала по этому миру. Европа, Азия, Северная Америка, Центральная, Южная Америка. Я очень много стран видела. И в моем списке, по-моему, Португалия единственная страна, которая мне вообще не зашла ни с одной стороны. Поэтому я не знаю, как можно сравнить Португалию с Аргентиной. Не знаю, с какой стороны подходить. Опять же, если вы хотите эмигрировать в качестве человека, который ищет работу, ну, в таком случае Португалия, да, скорее всего, вам подойдет больше. Возможно, это какое-то одно из ее преимуществ. У Аргентины я вижу больше преимуществ. Поэтому здесь мое мнение, оно будет слишком субъективным. Еще раз повторюсь, Португалия как-то вот, ну, абсолютно мне не зашла. Несколько попыток у меня было попутешествовать в Португалии, и ни одна из них не увенчалась успехом. Так бывает. Так, несколько подряд тут люди, которые хотят от меня услышать какой-нибудь негатив. Леночка, смею заметить, у вас не было ни одной эмиграции, вы просто переехали пожить в другую страну, как я уже писала, с бездонным кошельком и в Аргентине, рай. Я уже давно заметила, еще до моей первой эмиграции, когда начинала читать, что люди пишут об эмиграции, как живут наши эмигранты, бытует такое мнение, что эмигрантом может считаться тот, кто приехал в страну в поисках работы, да, только тот, кто идет на завод, клеит коробки, тот, кто идет, убирает квартиры, только те люди могут себя называть эмигрантами. А те люди, которые приезжают в другую страну, у кого есть, например, удаленная работа, кто приезжает в другую страну строить свой бизнес, почему-то такие люди в понятии некоторых не являются эмигрантами. Но, простите, эмиграция, она бывает разная. И процесс адаптации, он не зависит от того, приехали вы с большим кошельком, приехали вы с пустым чемоданом, или еще каким-либо способом вы выбрали эмигрировать. Эмиграция, она и есть эмиграция. Ну, а то, что я приехала сюда с бездонным кошельком, Господи, ваши слова до Богу в уши. Чтобы хорошо жить, я работаю 24 на 7, практически без выходных и проходных. Это и есть тот самый мой бездонный кошелек. И вообще, я считаю, какой-то инфантилизм писать подобные комментарии. Расскажите людям реальную жизнь. Тоже классный такой комментарий. У каждого своя реальная жизнь. И все мы проходим каждый свой путь эмиграции. Да, он зависит у каждого от многого. Он зависит от того, до какого у вас образования, как вы до этого жили в своей стране. И от многих-многих-многих факторов. Я из обычной рабочей семьи об этом тоже много раз говорила. Папа у меня был простым водителем, мама у меня самый простой был бухгалтер и так далее. Все, что я добивалась и добиваюсь в этой жизни, это просто я хотела жить лучше, чем мои родители, лучше, чем моя семья. Поэтому я всегда училась, я всегда учусь. Я продолжаю учиться. Я заканчивала в Испании институт в возрасте после 50 лет. Я постоянно смотрю какие-то обучающие каналы. И пока вы сидите, пишите негативные комментарии, где и кого как бы в соцсетях подкальнуть, я в это время занимаюсь собственным обучением. И поэтому, естественно, моя реальная жизнь, она будет очень сильно отличаться от вашей реальной жизни. Вот вчера, например, едем мы с туристами слабоки к центру и проезжаем мосты. Под мостами живут люди. Да, они там живут, но это не моя реальность. Это реальность других людей. Или, например, вот я работаю с водителем, который мне помогает, с туристами. Это тоже парень из другой страны. Он эмигрант из Перу. Но он работает, господи, на скольких? На четырех работах. Да, четыре работы у него. Он работает, чтобы содержать себя, чтобы содержать свою семью, чтобы мочь путешествовать и так далее. Вот он когда видит, например, таких людей, которые спят под мостом, он про них говорит, это спящие люди. Потому что возможности работать и жить хорошо в Аргентине есть у всех. Но для этого нужно работать. Чтобы работать, нужно учиться. Эмигрантам из стран с другим языком, да, нужно учить постоянно испанский язык, совершенствоваться и так далее. Поэтому о какой реальной жизни вы хотите, чтобы я вам рассказывал? Чтобы я рассказывала о тех, кто живет под мостом? Я не знаю их реальность. Я не живу под мостом. Я живу в квартире. Поэтому я не могу рассказать вам о них. Также это можно сказать абсолютно про каждую другую страну. В Соединенных Штатах нет людей, которые живут под мостом. Да ладно. Или в Испании нет людей, которые в коробках спят на входах в банки. Ну, значит, вы никогда не были в Испании, вы не гуляли по Барселоне. Вечером, как только стемнеет, прогуляйтесь в Испании под Барселоной. Абсолютно на, как называется, входная часть, да, в банки. Почему-то очень любят банк Кайшу, а в коробках спят люди. Ну, мы же не будем говорить, что когда мы говорим о реальной жизни в Барселоне, то это реальная жизнь, только вот эти люди, которые живут и спят в коробках. У каждого своя реальность. Я рассказываю о своей реальности. Простите, если она не совпадает с вашей. Просто у нас разный взгляд на жизнь. Вот и все. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что действительно нужно взять с собой, что может понадобиться в Аргентине? Какие-то советы от вас? Вот честно, я даже не знаю, что тут сказать. Однозначно нужно, если у вас там, например, старенький телефон, старенький компьютер, да, ноутбук, там, планшет, их обновить, потому что здесь это купить затруднительно, и здесь это будет намного дороже. Вот это однозначно нужно взять с собой. Если вы не очень хорошо владеете испанским языком, то возьмите учебники испанского языка с русским сопровождением, потому что здесь можно, возможно, купить учебники по испанскому языку. Я просто не знаю, не интересовалась, но, скорее всего, они есть, да. Вот, если вы планируете изучать испанский язык в процессе жизни здесь, возьмите учебники испанского языка на русском, чтобы вы понимали. Возьмите словарь хотя бы, ну, в принципе, сейчас в интернете есть. Все, здесь уже зависит от вас. Да я, например, не люблю учить по интернету. Для меня учебники, они существуют только в бумажном виде. Что еще могу порекомендовать взять с собой? Ну, возьмите с собой, там, одежду на первое время. Если вы любите комфорт, возьмите с собой, там, один комплект постельного белья и, там, полотенец, потому что для меня, например, это была проблема. Когда я увидела здесь ценник, я пожалела, что я не оплатила еще один дополнительный чемодан и не взяла с собой такие вот вещи, потому что мне обошлось бы это дешевле, чем все пришлось здесь покупать заново. Да, я в Испании просто все раздарила, отдала вновь прибывшим беженцам из Украины практически целые вагоны, маленькую тележку своих вещей и одежды. А так, в принципе, ну, вот на первое время, что вам понадобится, то и берите. Про постельное белье, про полотенце, почему сказала? Ну, потому что здесь значительно дороже, если мы говорим о качественном. Потому что первые свои, пару комплектов своего постельного белья я покупала по 150 долларов. И это, конечно же, очень дорого, да, потому что в среднем в Испании, я сейчас не помню, мне кажется, комплект в той же Zara Home, где хорошее качество, выходил порядка 50 долларов. Поэтому что-то такое вот на первое время. И то, опять же, если вы приезжаете и вы снимаете туристическое жилье, то у вас это там все будет. Мне это уже понадобилось, когда я начала снимать вот эту квартиру, в которой я живу, я ее сняла абсолютно пустую, да. То есть это квартира во вновь построенном доме, здесь не было ничего, даже лампочек. То есть тут абсолютно все, каждую мелочь мне пришлось покупать. Поэтому, ну, на самом деле, очень тяжело что-то советовать. Возьмите документы все, какие у вас есть, переведите, апостеллируйте все эти документы, которые вы берете с собой и так далее. Ну, больше чего-то особенного пожелать взять с собой я не могу. Берите, что есть. Следующий вопрос касается оплаты за коммуналку. Благодарю за ваш труд, который вкладывать. Очень все интересно. Возник вопрос по коммунальным тарифам. Как в случаях с едой и арендой, я примерно понимаю, что все зависит от потребности человека. Можно в тазике мыть посуду и потом себя, а можно принимать каждый день в ванны. Тем не менее, когда я была в Южной Испании, там была очень дорогая вода и электричество. Подруга говорила, что с водой дефицит в этих местах. Поэтому так. Была в Грузии, там вода очень дешевая. Можно не контролировать расход. И в итоге за месяц смешной цене. Как с этим обстоят дела в Аргентине. Что касается воды. Вода у меня входит в общие услуги по обслуживанию дома. То есть, есть такое понятие. Я даже не знаю, как его правильно перевести на русский. Экспенсис. Вы когда выбираете жилье на постоянку, то всегда, где вы видите цену за аренду, вы увидите, цена указывается еще и какие экспенсис вы будете платить. Это общая сумма. У нас, например, в том доме, где я живу, туда входит и управляющий домом, и то, что он там иногда обслуживающий персонал вызывает. Например, вчера у нас свалился на голову моему соседу снизу электронный замок. То есть, у нас в двери дверь стеклянная. И есть электронный замок, и есть механический замок для обычных ключей. Вот ему там на голову этот электронный замок свалился. Соответственно, там нужно будет вызвать человека, который ремонтирует. Еще там у нас постоянно двери гаражные, клиния тоже там кого-то там вызывают. Это все туда входит в эти экспенсы. Туда же входит, как я понимаю, вывоз мусора. Туда же у нас входит вода и уборка. Постоянно приходит какой-то человек и моет наш подъезд. Вот все эти экспенсисы. Очень тяжело сказать, потому что курс доллара постоянно скачет. Ну, примерно где-то в пределах от 50 до 70 долларов в месяц я плачу эти экспенсисы. Контролирую ли я расход воды? Ну, я 10 лет прожила в Испании, поэтому да, я контролирую расход воды. Ванны ни у кого в нашем доме нет. У нас у всех душ стоит. Что еще идет из коммунальных услуг? Это оплата за свет. За свет я могу сказать, пока я не пользовалась кондиционером. Кондиционером, да, то есть то, что было весной, когда была нормальная такая, когда была приятная погода, не нужно было включать кондиционер. И все мои расходы это были только холодильник. У меня электрическая плита, плита, духовка я в том числе постоянно пользуюсь. Электричество это горячая вода, потому что у нас в каждой квартире стоит водонагреватель. Ну и свет, соответственно. И в этот период, пока была весна, я за свет платила вообще какие-то смешные деньги, там порядка 3-5 долларов. А потом, когда я начала включать кондиционер, у меня два кондиционера в доме, то вот сейчас приходят, только начали приходить счета за февраль, за март. Так, если перевести на вменяемые деньги, это порядка 25-30 долларов в месяц я плачу за свет. Еще раз повторюсь, это когда я уже пользуюсь кондиционером, это когда у меня электрическая плита, духовка и так далее. Сейчас вот уже у нас наконец-то настала глубокая осень, прохладно, я начинаю топить. Отопление у меня в комнате это электрические теплые полы. Сколько я накручу этими полами, я не знаю. По поводу квартиры, квартира у меня, ну, наверное, примерно квадратов 40, где-то так, то есть она такая просторная. Следующий вопрос. Здравствуйте, я хочу переехать в Аргентину с детьми. Я учитель русского языка, логопед, занимаюсь с детьми с самого маленького возраста и со взрослыми. Пока только учу испанский. Подскажите, пожалуйста, актуальна ли моя специальность? Где можно найти работу? Опять возвращаемся к поиску работы. Но если вы не знаете испанский, то, соответственно, вы не сможете работать логопедом. Но это как бы понятно. Для того, чтобы работать официально логопедом в Аргентине, у вас должен быть в Аргентине подтвержденный диплом. Чтобы работать учителем русского языка, у вас тоже должен быть подтвержденный в Аргентине диплом учителя русского языка. Подтвердить их без знания испанского вы не сможете. Отсюда делаем выводы. Можно ли в таком случае переехать в Аргентину? Конечно, можно. Потому что у вас множество других возможностей. Откройте собственное частное предпринимательство по, например, постановке речи. Да, вы же прекрасно говорите по русскому языку. Сейчас вот сколько видеоблогеров переехало в Аргентину, которые двух слов не могут связать. Вот, пожалуйста, вам поле деятельности. Ну, на самом деле, таких полей деятельности у вас очень много. Просто нужно немножко иметь предпринимательскую жилку. И тогда вы сможете прекрасно найти себя в новой жизни. Я, кстати, введу такие индивидуальные консультации, на которых помогаю, исходя из ваших способностей, из ваших наклонностей, из предпочтений жизни, найти свой путь в эмиграции, чем здесь заниматься. Так что обращайтесь. Нет ничего невозможного. Следующий вопрос. Получают ли приезжие эмигранты пособия от государства? Если честно, во-первых, я не знаю. Если вы едете в Аргентину для того, чтобы получать пособия, ну, Аргентина, это не та страна. Хотите пособия, выбирайте вообще другую страну. Ехать в эмиграцию, рассчитывать вообще на пособия, это путь в никуда. Это путь в деградацию. Возможно, там где-то получить на первое время, на первые, там, два-три месяца, пока вы изучаете местный язык, адаптируетесь. Окей. Вот, ну, здесь еще, ну, ладно. Могу я это понять. Но есть люди, которые едут в эмиграцию в расчете на то, что вы будете жить только на пособия. Оставайтесь лучше дома. Я давно мечтаю жить в Аргентине, а мечты имеют свойство сбываться. Или там тоже не все медом намазано. Абсолютно с вами согласна, что мечты должны сбываться. А по поводу меда, если вы мне назовете хотя бы одну страну, где все медом намазано, я первая куплю билеты и отправлюсь в эту страну. Конечно же, нет. Ну, достаточно инфантильный вопрос такой. Конечно, абсолютно в каждой стране есть свои проблемы. Есть проблемы в Аргентине, да дофига этих проблем. Если в Аргентине плюсы для жизни, для меня их здесь больше. Поэтому я и выбрала Аргентину. И так абсолютно для каждой страны. Возможно, для кого-то Аргентина перевесится своими минусами. Окей, мы все абсолютно разные, потребности все разные, поэтому мы и эмигрируем абсолютно в разные страны. И аргентинцы переезжают в другие страны. И в Аргентину приезжают люди из разных стран, не только из России и Украины. Сюда также приезжает много людей из Соединенных Штатов, из европейских стран. Вот в моей деревне вообще живет герцогиня из Великобритании. И ей здесь, значит, хорошо, ей здесь нравится, ну и классно. Привет, соседка! Следующий вопрос про окупасов. Расскажите, пожалуйста, так ли это серьезно? Риски какие при покупке недвижимости? Риски, если уезжаешь в Россию и оставляешь дом? Как выселить оккупанта? Есть ли здесь риски с окупасами? Да, есть. Я знаю про эти риски. Если вы сдаете, например, свое жилье, мне здесь один аргентинец рассказывал, что он со своим братом по молодости, по неопытности сдали квартиру и потом не могли выселить этих горе-квартирантов, с которыми они судились и выселяли 20 лет. То есть риски эти есть. Есть ли риск, что в ваш дом проберутся окупасы? Да, есть. Но абсолютно такие же, например, как в Испании. Ну, как в Испании, например, это из того, что я знаю, так и здесь. Поставьте сигнализацию. Постановка сигнализации – это один из способов защитить свое жилье от окупасов. Насколько серьезно сейчас стоит вопрос с выселением, я не знаю. Но меня смотрят много аргентинцев, и я вот на 100% уверена, что в течение недели в комментариях вы получите очень много ответов на ваш вопрос. И на этом, в принципе, у меня сегодня все. Пишите свои вопросы, будем вместе их разбирать. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас.